Меньше коллег будет. Что у нас там в администрации навязать? Извините. Ну, тоже у них у нас. Человек идёт потихонечку. Сейчас вот основной вопрос. Идёт только плава такая. Ну, как бы сейчас снегов уже нет. Всё равно контролька будет. Тропа сахарная. Здравствуйте. Я смотрю благоустройство. По-любому. Территория будет стоять. И в центре. И в центре, и в целом по посёлку. В целом по посёлку. Почему ты не верил? Ну, как не верил? Не верил. Ну, бумажки собирать. Ты видел, всё лето. Да бумажки-то он всегда собирает. Не, ну как это? Не, не да. Не в таком количестве. Не, Саш, ну как так может быть? Вот, сколько я улиц обошёл. На всех улицах ходит ремонт в первую очередь. Калинина в первую очередь. Новый в первую очередь. Коголь в первую очередь. И этот, как её... Улица Минут тоже она идёт в первую очередь. На Коврово, кажется, у нас тоже там идёт. Не, ну а вы что хотите, чтобы сразу все улицы что-ли сделать? Так не бывает же, правильно? Я, конечно, понимаю, что сразу все улицы что-ли сделать. Ну а что вы хотите? Ну все, все сидят и ждут. А вы вам что особо приглашаете? Вы что так идёте в развалку? Нет, а что сидят ждут? Видите, поступление, допустим, те же денежных средств, того же материала, тоже надо всё обговориться, составить договор. Не так же просто всё это сделать. И с кем это должно обговариваться? С дорожниками будет обговариваться. У нас единственная одна организация, которая здесь занимается ремонтом дорог. С ними и будет договор заключён, скорее всего. Ну тогда должен быть какой-то план. Больше, наверное, никто и не подойдёт. А почему плана-то нет? Вы считаете, что нет плана. А где вы общались? Ну с кем вы общались в администрации, что нет плана? Ну я, например, не видел. Я бы хотел посмотреть. Итак, сейчас вопрос у нас другой. Тут вопрос ещё стоит. Давайте я уточню. С обморковой администрации план ремонта дорог. Хочу на бумажки смотреть. Вот это самое. Разговор тут шёл на чём? В тот раз собирались гораздо больше вопросов. Хотели Газель обменить. Сказали, что из-за того, что дорога плохая, Газель ходить не будет, разбивается. Ну это кто сказал? Сам собственник говорил. Собственник. Вот сказали так. И вот мы запаниковали. Нам хреново без Газель. Потому что у нас с Коврова очень много ребятишек ездят во вторую школу. Вот. И в больницу. И вот так вот, когда он на дневной подаче прыгнул. Значит, ты поехал. Хреновато будет без Газель. Ну это можно, собственно, уточнить, что вам конкретно имеют в виду. Потому что вот здесь вот, да, хреновато. Там, допустим, получше. Здесь, как говорится о том, что вообще дорога вот такая. Вообще это улица просто прославная. Потом мы поговорили, когда якобы она в плане. А если она в плане, тогда можно сказать, вопрос этот подай. А когда она в плане? Вот уточнить бы точно в плане? И как бы нам вас заинтересует Газель, чтобы ходить? Уточним. Вот два вопроса у нас проблемы. А что Газель будет уточнить? Он собственник. Ему что, охота, что ли здесь ездить? Нет, ну я тебе и говорю. Сейчас разговор говорит. Я, например, от него не слышал ничего такого, что он будет отъездить. Во-первых, у него собираемость той же Газели. Правильно? Люди садятся, значит, у него есть доход от этой поездки. Значит, он будет здесь ездить. Он, оказывается, по той дороге пустит, нам придется туда идти к КБУ. А кто вам сказал, что не будет ремонтировать дорогу? Да потому что мы уже устали ждать, чтобы хоть какая-то дорога отремонтировалась. Не, ну разговор пошел, что дорога, потом уже информация прошла. Давайте так, я уточню. Вот мы с Александром, в принципе, контактируем. Хотите, ваш телефон запишу, вам позвоню. Да мне, я всех вижу каждый день. Я узнаю все и вам скажу, когда, чего и как будет здесь. Будет ли вообще ремонтировать? И насчет газа. Вот еще смотрите, какая ситуация. Улиц Мир все знают. Плохо бедные, а покой засыпали, никто асфальт не требовал. Насколько лет ее хватило. Даже вот хотя бы ям немножко заравнали, то уже другое дело. Понятно, что ясно. В любом случае, ямочный ремонт будет по любому. Какой ямочный ремонт? Ямочного ремонта здесь не было. В любом случае, все будет приводиться в порядок. Ну ясно, там нельзя было ни пройти, ни проехать. Там это все, кирды. Чем угодно хотя бы засыпать. А то и сами засыпали. И еще, может быть, какие-нибудь контейнеры поставили поближе. Все-таки полтора километра носить мусор. Контейнеры какие вы имеете? Те, которые вот там стоят? Да, ну хотя бы где-то здесь. А где конкретно? Ну на враге там где-то вот. Ну это надо разговаривать с этим. Вот еще вопрос такой. Они планируют 50 контейнеров по Башмаковскому району поставить. А, по району? Да. Тогда они лучше достанутся. Как они будут расставлять эти контейнеры? В Макшанском районе даже в село приезжает... Следующий вопрос. Восемнадцать километров в село и забирает мусор? У нас тоже в центральных деревнях только где-то подъезжают к одному месту. Тоже там, видимо, создают. Нет, а на других улицах ездят как? Выходят в часу, машина приезжает, выносит все мусоры, выбрасывает. Или висит на заборчике, они проезжают и сами выбрасывают. Вы, случайно, не засунете за что? Нет, это на Мичурину улиц. Пожалуйста, езжайте, смотри. У нас тоже, когда мы платили 51 рубль человека... А если контейнер поставить, это плохо будет? Нет, тоже хорошо. Вот тогда давайте мы не будем инициативу проявлять, чтобы нам на заборе, мы вот на этом красивом заборчике вешали. Нет, она сама повесит свой мусор на свой заборчик. А он проедет и заберет весь мусор. Каждому дому? Да, там на Мичуре так. Приходилось, что ты еще говоришь. Бесходя из чего, то, что заходит здесь вот, там контейнерная площадка, а здесь рядом ничего нет, да? Нету нигде. Нету нигде. Поэтому здесь или в обкусках будет стоять, или они должны маршрут сделать, чтобы люди, да, вот эти пакеты, значит, выносили в попленное время и выбрасывали. Или, значит, вопрос ставить о контейнерной площадке. Но, опять-таки, они же несколько контейнерных площадок же не сделают, правильно? Они же будут смотреть по условиям, где это возможно. Вот у нас здесь получается 11 улиц. То есть концовка 11 улиц. Это Белинский, там Кировы, Мира, Новые, там Пацаевы, Первомайские. Всего у нас около 11 улиц. Ну, где-то там вот, вот самое. Ну, надо, конечно. На краю оврага где-нибудь там поставили, хотя бы на той стороне плотины, чтобы не в центр тащить. Ну, она стояла там, да. Ничего ее убрать. А, потому что... А здесь прямо вот на... Один малый вот такой вот. Я что-то там не видел. Зачем мне он тут нужен? Ну, она давно... А вот там, где ваш трансформатор подстался? Да, вниз. Пониже, там прямо на краю плотина, где вот плотина начинается. Я там и не видел. Там было, да? По трансформатору подстался. Больше ничего там не теряло. Вот. Туда дальше. Дальше. Да, да, да. Там стояло. А вот что касается цены на мусор? Один миллиард. Раньше мы оплатили для вопроса... Нет, я, например, не мог с ним связаться. С кем? С этими мусорниками. С Ломовом? Они с кем вы не связались? Ломов отвечает так, что это федеральный закон принятый, поэтому вы не имеете права не оплатить. Это будет дело подсудное. Нужно платить по тем процентам, которые установлены. Но дело в том, что с какого хрена вообще пакетим в два раза больше? Там очень удобно. У нас ничем не имеет. И еще бегать куда-то выносить отца. Да. Я, например, стою пол седьмого, чтобы выкинуть этот пакет с машины. Цена в два раза. Я тоже самое доброе делаю. Бабулька, за которой соцзащитные работники ухаживают, она никак не выкинет его? Вообще никак. Ну, будем так говорить. Он только пришел. Как он там назвать его? Правильно? Вот. Намерения пока только слышим. А как оно будет во очередь? Еще никто не знает. То, что цены в два раза увеличились, это, конечно, плохо. Ну, они расчет делают из того, что эта цена будет вкладываться и в переработку мусора. Никуда она вкладываться не будет. Ну, давайте так. Мы не будем так вот говорить, что не будет никуда. Во-первых, они так говорят и пишут это. Официально известно, что они до 2023 года будут возить туда, куда они раньше возили. А слушайте, вы тогда больше меня, что ли, знаете или как? Ну, тогда вы объясняете. Ну, я тоже информацию собираю. Ну, вот я вам говорю, что пока идет только наменение их, пока другого ничего не видно. Будем смотреть. А то, что контейнерные площадки на 11 улиц надо ставить. То, что дорогу эту, ямочный ремонт делать, надо делать. И не только эту дорогу. Когда в плане, допустим, я вам говорю, я узнаю, уточню и сообщу. На Гоголе вообще практически асфальт нужно много вложить. По Гоголе там в плане стоит ремонт целиком этой улицы. Вот про этот план я уже слышу пять лет. Ну, вы поймите правильно, что план этот есть. У нас в прошлом году было, ваша улица будет в первую очередь, потом хрест, деньги пошли. Виталий, ты понимаешь, в чем дело-то? Там водопровод и очень хером состоять. Вот они хотели водопровод ремонтировать, а деньги ушли на другие цели. Как я понимаю, центр выложили. Это укладчик асфальтный, а потом идет труб укладчик. На Мирыш тоже не было дороги, грязь там была. Сделали дорогу, сейчас пройти проехать можно и можно. Ну, у Мобилинского тоже самое не было. Там тоже яму на яму. Тоже сделали. Агридируют. А что вы хотите от щебеночного покрытия? Понятно, если машина будет ездить там... Суть дела в том, что куда-либо жаловаться толку нет. Да нет, ты никак не поймешь, что на жену тещи не жалуются. Нам только остается вот с человека, как говорится. Я с ними разговаривал. Приезжали к следственному комитету. Приезжали по этому мусору. Я с ними разговаривал. Один сидит и говорит, я им задаю вопросы. А он и говорит, значит, как это полтора километра мусорный контейнер. А он должен в шаговой доступности быть. А тот сидит и он так ногой подсунул. Молчи, мол, дурак. Я говорю, почему мне эти выплаты прекратили с 16-го года, якобы как это самое. Я говорю, что уговор заключить. Начинай с ним там, значит, спорить, значит. А он говорит, а как они федеральные деньги могли у тебя забрать? А тот, вот так раз, молчи, дурак. В общем, вопрос нам понятен. В общем, смысл такой, вы там уточните. Вне ваш вопрос понятен. Вот Газель и... Чтобы Газель шла. А от Газель зависит дорога. Вот все, два вопроса. Вот два вопроса. Потому что бабульки они запаниковали насчет Газельки. Приговорим и с этим хозяином этой Газели по-любому приговарим. Какое его мнение? Какое его мнение? Тут любого водителя спросить он скажет. Слушайте, я тоже же водитель много лет. Я езжу по этой дороге. Ну да, дорога есть ям, но их можно объехать потихонечку. Вот дороги вот созданы. Есть дороги еще хуже, чем эта. Есть у нас на Гоголе, например. А то, что ямочный ремонт будет здесь делаться, по-любому он будет делаться. По-любому. Не бывает. Почему? Кто-нибудь верит? Нет, мы вообще эту дорогу ремонтировали вот последняя. Ну разговор очень много идет, что якобы будут что-то делать. Если вот раньше разговоров не было таких, то и никто ничего не делал. А сейчас разговоры якобы пошли разговоры. Нет, ну тут же есть отдельные участки, которые неплохие. Отдельные участки. Вот они с 13-го года, когда была губернаторская осенняя эстафета. Ледкоатлетическая осенняя эстафета. Ну да, здесь проходила как раз ее. Вот тогда они делали, ну пусть 12, то есть уже прошло 7 лет. Правильно? Седьмой год. Конечно, в сентябре будет 7. Ну вот. То есть они опять делали же не полностью, делали только отдельными участками. Ну делали все участки, которые всем были плохие. А эти были более-менее. Сейчас их раздолбало, значит теперь эти надо участки делать. Ну просто то, что мы своими силами их закидываем, они все равно потом выбираются. Ну что, человек не будем держать. И кстати, я слышал, что в Пензе, правительство Пензы посчитало максимальную цену за мусор 77 рублей. Ну как они считают? Я не знаю, как они посчитали. Ну я не знаю. Ну, 98 рублей плюс еще комиссия на почте. Они все там считают, может они посчитали, вот именно Пензенский это самое, именно Пензенский район посчитали. Может они только Пензенский район посчитали. Может у них возить? У нас ведь сказали в Зиме. Пять этих операторов что ли сейчас на Пензенском земле? Четыре. Или четыре. Пока у каждой своя зона. Каждый считает по-разному. Поэтому нам надо, чтобы они нам дали расклад. Почему у нас такая зона? Они пускай делают расклад, пускай чтобы был выбор платить как по квадратам, так и с человека. Пускай человек сам выбирает, что ему выгоднее. Я встречался. Вы понимаете правильно, есть же закон, который определяет как считать. Есть бабулька, которая живет в трехкомнатной квартире и она плачет 300 рублей. Закон так определил, понимаете? Я неделю назад. Закон, который определяет этого оператора. Почему? У меня сестра в Ульяновской живет. Дом со всеми этими. С мусорпроводом. Платит 99 рублей с человека. Дом десятиэтажный. Никаких квадратных метров там не входит. Мусор растет, что ли на квадратных метров? Значит не так, как принято растет. Ну вот правильно. Она вышла до невозможности. В халате вышла, выкинул я мусор. Как будто это огород. Огород мусор собирать. Чем живут они вдвоем, она отдает. Ну это кто так придумал? Это вообще безумные какие-то люди. Я понял так, что там ничего не понятно с мусором. Это просто в направлении них не понятно. Они хотят, чтобы все это оккультурить, чтобы все это собирать, чтобы все это перерабатывать, сделать раздельность. Вопрос в том, что к этому надо все готовить. И верверные площадки, и технику, и людей в первую очередь надо подготовить, что ты взял, не в общую весь пакет заложил, а отдельно разложил макулатуру, пластик, и то, что у тебя бытовое. И пришел, и в разные контейнеры это все положил. Там цена разная идет. Что сейчас пока глава администрации за нас включил за всех долг. За всех. Глава администрации включил долг. Первый год. А потом, я говорю, будет на следующий год уже будет с каждым отделом. Зачем? Раз тебе счет приходит, ты считай, что они взяли базу данных. Без разницы, у кого они ее взяли. Может, в поселку администрации конкретно с тобой заключен договор. Если ты не будешь платить, не к Семеновичу придут, а к тебе придут. Почему ты не плачешь за вывоз мусора? Поэтому это договор твой личный, не Семеновича. А Семенович заключает договор на поселку администрации. Именно на юридическое лицо. А ты как с лицом? У тебя уже они заключили договор. И он позволяет этот договор. Он не публичный. Он появляется. Ты можешь его оспорить. Уточнить. У меня не столько живет. Показать им выпуск из домовой книги. Понимаешь? Договор заключен с тобой, а не Семенович. Кому показывать? Этому оператору. Их представителю. В Нижней Ломовке? Зачем? Нет. Насколько я знаю, пока что еще Кулешов. Кулешов. Пока. Он как бы не то, что там официальный представитель. Но у него есть вот эти возможности. Значит, носить изменения. И докладывать туда, значит, Ломов об изменении. Вот в этом лицом. То есть с претензиями. Жена у меня ходила. Я ее возил в этот бывший комхоз на территорию туда. Ну, бывший комхоз и в поселковый. Кулешов. Кулешов. Ну, как у машины ездят, забирают мусор, так они пока и ездят. Они так и работают. Ну, вот документы, по крайней мере, они собирали. Они даже, вот я смотрю, раньше как-то еще и позвонишь им, говоришь, ребят, приедите, заберите. А сейчас даже не звонишь. Практически вот два ящика, которые у нас там стоят, их постоянно, они пустые. Работают нормально. Так ни с того ни сего, два раза. Нет. Ну, там вот тоже они вывозят. Ну, вывозят, но к ней не подойдешь. Ну, с одной стороны подойдешь, с другой стороны. Мусор, он бывает разный. Там и шефербитое стекло может быть. Ну, еще очень многое зависит от нас самих. Кто-то везет и траву, а кто-то чисто просто... Ну, вы поймите, от этого не идешь. Вот, допустим, куда вот эти вот сучи девать? Ну, вот он вытащил их сейчас, будет сжечь. Приедет пожарник, ему выпишут штраф. Естественно, везут, несут... Чтобы штрафа не было, под них покупные дрова. Раз. Покупные дрова жечь можно. Да, если всякие есть. Да ладно, кладь тебе. Покупные. Я тебе говорю, приедет, и это самое. А штрафы... Что ты говоришь? Нет, к мусорке когда можно будет подойти? Ну, когда можно будет подойти? Надо подсыпать туда. Я что ж... Как вам могу сказать? Хорошо. Сейчас высыпь, а там сухо. Какой сухо? Хорошо. Ну, вот так не иду. Я с твоей... Я что-то... Ладно, я подъеду, посмотрю. Может, мы и решим свои... Надо будет баскетбольный мяч учиться кидать. А потом там будут кидать. Ну, ну... Я в тот раз иду, а одни тоже. Остановили это. Как ее... Машину, да? И как баскетбол... Спасибо. Так, что же... Чем закончилось это собрание с нашим депутатом Башмакова Шошиным Владимиром Викторовичем? Дорога на улице Калинина в планах по ремонту состоит уже с 2018 года и осенью делали замеры этой дороги. В этом году, в 2019 году, июнь-июль, дорога будет ремонтироваться. И не просто ремонтироваться, а будет ложиться новое полотно. Что касается мусорных баков, здесь жителям нужно решить, где эти баки будут расположены. Будут делаться площадки специальные, чтобы было все аккуратненько, цивильненько. Вот так вот. Так что, жители улицы Калинина, собирайтесь и решайте, куда вы хотите поставить баки. У вас это будут спрашивать. Я надеюсь, что будут спрашивать. Ну, и хотелось бы добавить все, что сказано, все, что будет. Чет мне как-то слабо верится. Чего-нибудь, но не будет. Как минимум дороги. Вот так вот. Посмотрим. Я буду отслеживать июнь-июль, чтобы дорогу начали там строить. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. Оставляйте обязательно комментарии. Очень хочется знать ваше мнение.